Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, обращаюсь к вам словами святителя Иоанна Златоуста, который в своем пасхальном огласительном слове обращается к каждому верующему человеку. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. С тем, что обстоятельства современности требуют от нас проявления особого терпения и должного нашего смирения, великой жертвы, сдержанности, своей воли, проникновенной ответственности за наше будущее. Слова Господа в Священном Евангелии говорят нам, суббота создана для человека, а не человек для субботы. Тем самым показывая, что каждый из нас должен чтить добрые традиции, но если есть крайняя необходимость, особенно если это напрямую связано со здоровьем, либо жизнью человека, то временное отступление от них не отвращает нас от любви Бога. Апостол Павел говорит нам, кто нас разлучит от любви Божьей. Воистине нет такого на земле, ни на небе. Кого, либо что могло бы разлучить нас от его милости? Скорбли, теснота, гонение, голод, нагота, беда, меч, продолжает апостол Павел. Перебирать те моменты, которые могли бы по мысли человека отлучить, но такого невозможно. Поспешим же принять милость от Всевышнего и проявить послушание, следуя рекомендациям священноначалия, святейшего патриарха, президента нашей страны, главы нашего региона, оставаться дома в праздник Святой Пасхи, на Светлую Седмицу, на Радоницу, в день поминовения усопших. Не подвергая ни себя, а наипаче других риску заражения этим вирусом. Самоизолируя себя, послушаясь в малом, мы проявляем должное уважение к тем людям, кто заботливо относится к нашему с вами здоровью. И значит, делаем приятное Господу. Время делает свои вызовы нашей стойкости и крепости духу. В подобии с великим подвижником благочестия, таким, как преподобная Мария Египетская, которая не один десяток лет пребывала в пустыне, ограничив себя общением с людьми. Другие наши соотечественники, история показывает их святость непосредственно в том состоянии духа, отдаленности от мирской суеты. И Господь прославил их во святых. Проявление своеволия и подверженность себя, тем более других неподчинениям, либо пренебрежениям, тем требованиям самоизоляции, могут пагубно сказаться и для нашей с вами духовной жизни. Не говоря о том, что нарушается земной закон. Памятуя, слова премудрости Божьей сказаны некими святыми людьми, которые говорят нам, что если кто с пренебрежением относится к Отечеству своему земному, он и небесного не достоин. Чем горестнее разлука, тем слаще будет наша встреча после этого испытания. И я уверен, дорогие мои, что пройдет это все, и вновь наступят прежние времена, когда мы сможем вновь насладиться соборным молитвенным общением. Такое расставание учит нас ценить то, что мы имеем, что дает нам Господь. Без беспечности и безответственности за наши слова и поступки не место среди верующих людей. А для того, чтобы инфекция прошла с наименьшими потерями для человечества, следует строго соблюдать предписанные ограничения. Апостол Павел говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет нас отлучить от любви Божьей. Во Христе Иисусе Господе нашим. В преддверии Великого Праздника Святой Пасхи Господней приветствую вас, поздравляя. Примите, возлюбленные Господи, братья и сестры, это братское целование с пожеланиями мира, добра, благополучия, каждому безразличия в дом, в семью. Я прошу оставаться всех дома, не подвергать риску ни своих родных и близких, и самое главное, других людей заражению опасным вирусом. Оставаясь дома, мы прославим также воскресшего Христа, и это в действительности уже сбывшийся факт, и Господь в обязательном порядке будет пребывать с нами по вере нашей, по молитвам нашим. Аминь.